так ну вот приехали сейчас будем разгружать грузоподъемность на пределе станок 2 и 7 тонны может не поднять затащили сейчас будем катить его вон туда закатываем почти три тонны сюда надо его поставить трудности создают вот эти вот неровности пол неровной плиты через каждую приходится прыгать ломами тут выручим но дело движется окно вот почти дома осталось выдернуть трубу часто как на качелях домкратом надо поднимать чтобы пруток вытащить надо наверное потерять его у нас тут потепление плюс 1 все тает дождь сегодня был завтра минус 17 домкрат может ой там это нагрузка пошла на них стол то это криво стоит он повернут кубик то там он это сейчас сыграет туда может выскочить все ребята в домике сейчас будем обтирать чтобы не затек короче эти на приемке его обвязывали вот так прямо за стол хватали на удавку по так поднимали я забыл вам сказать ну теперь уже ничего не сделаешь мы ты его нормально стропили завить заломых вот начинаем осмотр уже маленько почухал станок работал весь в стружке до стружка такая встречается овощей мощная во всю пластинку драли пока что не знаю куда смотреть изучать конструкцию но электрика здесь примитивная очень простая так затекла сейчас буду сушить вроде все на месте вот тут контакты что-то выпали из этого испускателя вот пробки вот эти отверстия заглушки заглушают для строповки снаружи на этом как он называется хобот или ползун такие отверстия почему-то сделаны вообще никак не защищены не закрываются так вот советовали брать там же еще гидравлический был на гидроприводе советовали брать механику послушался совета и у этого станка еще есть преимущество это наклонный стол стол так вот может поворачиваться наклоняться здесь такая подпорка главное нет чтобы сделать станину по длине и в нее упираться предлагают нам вот этот станок забетонировать здесь еще одну опору забетонировать и в нее уже упирать эту стойку ну это для грубых работ не для жестких вот рис содержатель не знаю ребята смотрите у кого есть такие станки кто разбирается подсказывайте если чего не хватает потому что я пока что ничего не знаю такая рис содержка там еще один был такой же станок там рис содержка получше но ненамного этого вот эти вот винт вот этот погнут тут тоже всем на гвоздях на каких-то вот это изогнута в общем выбрали этот тут даже манометр целых там манометр разбит почистил от льда снегу тут целое ведро привезли с ним смотрите направляющие фиг знает ну вроде все целое вот это вот мне не нравится какая-то шняга тут что-то отрезано какие-то щитки сделано я уже несколько раз напоролся на это острие беру наверное пока что я как понимаю надо откручивать вот эти вот планки до прижим смотреть направляющие да может быть хобот поднимать ползун тут задирчики видно это может это масляные какие-то канавки ну короче надо смотреть вот так лоток загнули оборвали видимо для стока масла которые с направляющих капает и обратно туда короче картерная система внутри все масло залито прямо на дне сейчас другой стороны посмотрим вот вал подача перемещение стола тут уже планки тут я не понял то ли клинья вот этот клин или или просто прижимается за счет чего выбирается вот этим винтом видимо регулируется ход вот так можно завернуть кулисный механизм собственно механика наверное одна из самых простых всех станков инструмент весьма простой обычно резец для строгальных станков отогнут это вид сзади света маловато двигатель всего 5 киловатт пять с половиной до 5 и 5 киловатт ну вот и говорят что у этого станка еще есть минус то что нету фрикциона запуска перемещения при настройке не очень удобен тут электромуфты ну то есть там включена выключена но я пока что до таких тонкостей не знаю на поработать посмотреть действительно ли это так даже лампочка сохранилась вот это я пока не знаю что за рукоятка вот еще какие-то штанги так тут на прижимах тоже суппорт тут вот такие направляющие ну страшных повреждений вроде не видно все ржавчина очистится винт гайка масленки шариковые все в масленках то есть ручная смазка мы туда заглядывали уже но сейчас еще раз залезем там по моему снег был тоже почистим так ну вот мы внутри тогда так называемый кулисный механизм тогда кулиса то я не знаю как называется зубчатое колесо вот коробка скоростей модуль такой офигенный знаю наверное 4 5 водичка тут везде снег тает тоже надо это все убирать такой масляный распределитель сидим где-то насос еще есть пломжерный наверно фильтр оттуда вон сливается масло из этого из поддона тут просто какая-то тряпка вот масло на смазку направляющих идет алюминиевые трубки интересно так масло вот бака нету просто в станину налито причем станина прикручена на винты видите на винтах то есть он еще как-то загерметизирован так вроде все цело оставлю открыто чтобы просыхал пока что не знаю куда тут смотреть еще чуть-чуть проверять отогреваю станок направил туда тепловентилятор ну чтобы хотя бы снег растаял хотел сначала лед убрать со снегом думал может масло оставить но покопался на дне там чего только нет полно стружки всякой стружка какие-то рукоятки сломаны тряпки короче на масло заменить воду не так уж мало литров 10 точно есть 20 может быть подшипник там упорный на термехе в институте мы назвали вот этот кулисный камень смотрели там шипровка шипрованная поверхность ну ну и 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 с и и и и и Смотрите, ребята, вроде сильно ржавчина, да, но стирается. Это же чугун. Всегда говорил, что ржавчина на чугуне – это не страшно. Огонь. Так, ну вот, немного почухал бензином. Станок как станок, сразу стал такой симпатичный. Отмывается. Пока не знаю, что делать со столом. Тут ржавчина довольно сильная. Уже так просто не оттирается. Но шабером поскоблил. И он, смотрите, тоже строганный. Тоже строгали. Сам себя отстрогал, наверное. Намазал пока маслом. Чтобы больше не ржавел. Правда, он стекает. Просушил шкаф, электрошкаф. Лимбы оттираются. Тоже были страшные. Вот. Хром есть хром. Хромированные лимбы. Ничего с ними не сделалось. Как новое. Так, тут внутри тоже погрел. Посушил его маленько. Лед растаял. Ну, сейчас на дне. Надо будет все это сливать. Тут вот ржавчину нашел. Довольно сильная такая. Ну, не страшно. Тут еще не почухал. Ну, вот так же все было. А сейчас вполне прилично. Буду откручивать потом планки. Поднимать этот ползунь. Смотреть, что там. Вот так сейчас выглядит мастерская. Гараж. Тут камера хранения. Целую, наверное, из шкафов делаю. Короче, слямзили тиски. На одном из строгальных станков были тиски как раз нужного размера. А эти большие. Слишком они в пазы даже не становятся. Ну, огромные. Так что вот сейчас еще в поиске тисков. Расстояние между пазами здесь 250. Размер стола 600 на 450. Работы для него я, наверное, столько не найду. Даже за всю жизнь он себя не окупит. Ну, это не страшно. На нем можно только два типа работ практически делать. Это строгать какие-то поверхности, да, с плоскости и шлицевые канавки. Вот и все. Две задачи он только решает. Ну, в принципе, при определенных навыках он заменяет фрезерный. Но очень медленная обработка производительности. Очень небольшая. Ну, вот спрашивают, зачем я его купил. Как говорится, станки нужно покупать не тогда, когда есть деньги. А когда есть станок. Мне он обошелся в 80 тысяч. Ну, 81 плюс 1000 доставка. 82 тысячи. Я же офигенно выигрываю на том, что тут все рядом, в черте города. Никуда ехать за ним не надо. То есть я за манипулятор отдал тысячу рублей. Ну, вот смотрите, тоже, вот видите, строганная поверхность. Ну, такие, в принципе, крупноразмерные. Длинные какие-то детали вот так же строгаются. То есть применение он в промышленности находит в машиностроении. С этой стороны стол без пазов. Ну, это, наверное, поворачивать. Он поворачивается, если транспортир не врет, то практически на 90 градусов. Ну, вот это направляющая страшненькая. Тоже надо ее будет почухать, поскоблить и смазать. Возможно, сниму потом кубик. Глянем, что там. Будем перемешать суппорт. Такая табличка тут. Скорость метров в минуту. Это подачи. Одно деление 0,2 миллиметра. Так, этот винт, видимо, поворачивает вот эту голову. Планшайбу. Так, это фиксатор. Там клин. На клинне. И подача с точностью 0,05. Короче, не нашел год изготовления. Ну, вот можно по номеру прикинуть. В принципе, 7307 ГТ. Номер 2495. Пока даже паспорт не читал. Смотрел только схему строповки. Больше ничего не знаю об управлении этим станком. Ну, вот. Тоже интересный момент. Вот, глядя на эти пиктограммы, вот эти рисунки, очень лаконичные. Очень лаконичные. Это она обладает недюжиной фантазией. Да? И смекалкой, чтобы понять вообще, какое действие совершается. Да? Офигенная, лаконичная. Кнопка стоп. Просто кружок. Старые станки, старого типа, вот, грешили вот этой бедой. Эти пиктограммы совершенно ненужные, неговорящие. То есть, все равно надо читать паспорт, изучать его. Только потом ты, может быть, запомнишь их назначение. Всегда этого ужасала. На токарных станках тоже абсолютно непонятно. Потом на более поздних моделях стали просто буквами писать. Все понятно. Так что поначалу, наверное, придется подписывать маркером. Вон, какая стружечка. Мощнейшая просто. Драли на нем вообще жестко. По 5 миллиметров. Ну, сколько хватало пластинки, наверное. Столько драли. Да, ребята, такой вопрос. Вот здесь вот, очевидно, какой-то нужен ключ. Такой крестообразный, да? Вот он стандартный. Ну, для наладки, да, станка. Что, он какой-то специальный? Или можно самому изготовить? Такая вот крестовина. Наверное, на оси. Если есть фотка, то пришлите ссылку на нее. Посмотреть, как хоть он выглядит. Ну, а такой станок тоже будем восстанавливать. Конечно, не в первую очередь, потому что особой необходимости в нем нет. Но когда-нибудь он найдет свое применение. В принципе, мастерская уже практически полностью укомплектована. Остался один станок, о котором я мечтаю. Это круглошлифовальный. Можно было те забрать, но те были слишком большие, огромные. Что-нибудь нужно поменьше. Ну, вот некоторые тут пишут. Чего ты станки набираешь? Ну, типа, хоть один сделай сначала. Потом за следующий берись. Ну, просто, ребята, так получилось, что... Вот, поперлись станки. Вот именно вот в этот момент. Буквально за год-два. Максимум три я собрал коллекцию. Восстановление, ну, таких убитых ржавых станков, как бы, требует много времени. И поэтому все проекты один за другим зависают. Просто сейчас такой момент, что бомбят наши предприятия. И поэтому станки появились на приемках в продаже. А не было бы ничего, конечно, взялся бы за один станок и делал, делал тот же Шаублин или токарный. Просто так сложились обстоятельства. По деньгам получилось... Ну, вот я ФТ-шку, да, выкупал за 95 тысяч. И вот этот 81. И, ну, сколько-то денег я вернул. Остатки мы сдали. То есть, его докурочили, там, сняли все, что можно. Сняли практически целую тонну. Я вернул за ФТ часть денег и докинул еще 27, вот за этот. То есть, 95 плюс 27. Это 122. Ну, и плюс транспортные расходы. Где-то, короче, за 125 я приобрел два станка. Какую-то часть я пытаюсь еще отпить на запчастях, на продаже запчастей. Ну, вот такая движуха. И вот такое еще приобретение. Я думал, затерялась эта посылка уже, шла из Дальнего Востока. Вот это шкаф от ФТ или 16-б-25. Почти все на месте. То есть, будем собирать из двух шкафов три. Фу! То есть, будем собирать из двух шкафов один. Ну, тут уже шаловливые ручонки были замечены. Всего три тысячи. То есть, это старье, в принципе, никому и не нужно. Тут, по крайней мере, трансформаторы есть. На том вырезаны трансформаторы и пускатели. И вот эти блоки еще у подписчика ВКонтакте тоже купил. Заказал, еще не пришли. Вот эти реле кирконовые тоже дефицитные. Фиг найдешь. Так что из трех комплектов хоть один-то соберем. Я надеюсь. Ну, вот, ребята, такое приобретение на сегодня. Можете меня поздравить. А на сегодня это все. Всем пока, удачи. Короче, ребята, сдвинул вот так щитки. На своем станке. И заглянул на направляющие. Короче, вообще нульцевые. Тут суппорт пару раз передвинули и все. Станок практически не работал. Но есть какая-то мелкая стружка. Что-то на нем пытались поделать. Видны еще даже следы от шлифовки. Ну, круговые такие риски. И с этой стороны также. Короче, направляющие. Вообще нульцевые. Огонь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА